приветствую вас народ в этом видео расскажу вам про заслуженную награду а также про обновленный табель календарь не забывайте прожимать лайк подписываться если не подписаны всем приятного просмотра погнали начнем с табель календаря ежедневный табель календарь в него легко зайти когда открываете лаунчер леста games там есть специальная кнопка по которой вы отправляетесь на сайт на страницу этого календаря в этом месяце он обновился декабрь как-никак новый год на носу и что мы видим что здесь у нас появились декольки новые только вот одно мне непонятно зачем три раза одну и ту же деколь в разные дни получать я в принципе не понимаю зачем не в табель календаре деколь но еще три раза одинаковая это прям реально класс также мы видим здесь новогодние коробки сначала на 10 день 3 контейнера и потом на 18 5 контейнеров это маленькие коробочки новогодние но в них тоже есть прикольные плюшки поэтому не стоит их недооценивать ну и конечно же они помогут вам еще получить больше игрушек для того чтобы собирать коллекцию которая повысит ваш фарм опыта серебра ну и на тридцатый день 30 декабря можно будет зафармить большую коробку один контейнер отечественный новый год поэтому не забывайте заходить в табель календарь награды конечно небольшие но за весь месяц чего-нибудь там накапает пару дней прямо пару коробок инструкции серебро 100 золото теперь переходим заслуженной награде честно говоря у меня к ней есть вопросы но давайте по порядку танк который мы получаем в этом году это vk 3601 к 41 6 уровня тяжелый танк немецкий как вы видите на скриншоте я получил награду за 10 лет и вот что меня больше всего смущает после танка вот появляются награды у нас за 10 лет заслуженная награда у нас 2000 бонд полтора ляма серебра всякие-то бумажки 5 дней прямо 5 резервов на серебро почему-то резервов на опыт по 10 штук камуфляж и вот эта медалька педалька и также там еще есть пару еще каких-то бумажечек на следующей странице на меня лень было скриншот делать также еще дают 10 жетонов которые потом можно потратить в магазине для жетонов я понимаю что наверное на фоне нужно было взять бой с этим vk 3601 к 41 я один бой на нем скатал в принципе обычный танчик с хорошим пробитием хорошей точностью с хорошим сведением с посредственной броней я бы даже сказал плохой броней нормальная у него динамика обзор хороший все вроде как плюс-минус норм в танке за одним исключением что он проигрывает всем имбовым и хорошим танком на шестом уровне м6 это наверное самый сильный танк шестого уровня он в пух и прах стирает с лица земли этот подарочный танк также type 64 имбовый лт премиумный подарочный vk лтшка с фугасницей в тысячу раз сильнее чем вот это даже какой-нибудь тигр премиумный и японский и немецкий тоже намного больше мне нравится там больше альфа и дпм жесткий а здесь альфа-135 и это типа тяжелый танк была бы тут альфа хотя бы 200 или как на прокачиваемом танке есть пушка с альфой 220 да там типа пробития поменьше но альфа хоть какая-то есть а на этом акционном танке ты пушку не поменяешь и даже с той пушкой все равно это танк проигрывает м6 в разы поскольку пушка у м6 очень имбовая она переапанная прям жесть в принципе это танк типа в балансе но он заметно отстает от многих имбовых поэтому ничего интересного в нем я не вижу вообще его можно продать и получить кучу серебра можно оставить и подождать трейд-ин может быть он в трейд-ине будет если он будет в трейд-ине и вы пользуетесь трейд-ином его можно будет смело в трейд-ин сдавать получать себе скидку и отдавая такой ненужный танчик можно приобрести со скидкой какой-то другой но когда трейд-ин появится тогда и будем разбираться если вы трейд-инами не пользуетесь то можете просто продать и получить серебро играть на этом танке не знаю собирать такие танки и коллекционировать тоже не знаю сами решайте вы коллекционеры не я я этот танк оставлю в ангаре пускай валяется есть он не просит играть и на нем не собираюсь один бой нас тремя сыграл больше не вижу смысла ним играть у меня есть м6 с тремя отметками он стоит специально на шестом уровне для того чтобы иногда выполнять задания в различных там марафонах и вентах и так далее поскольку он очень жесткий и имбовый и на нем очень много можно выполнить задание и очень быстро а этот танк мне не для чего не нужен также возвращаемся к этим наградам за 10 лет что за четыре года ты получаешь там 2000 бон и все остального столько же примерно что за 10 лет тоже самое и основная претензия у меня следующая аж чего тут такого грандиозного за 10 лет я получил ну да это приятная награда каждый год мы ее получаем но в целом это не то что капля в море это примерно ведро воды в море вроде чё-то хлюпнула но хоп и растворилась в моем огромном аккаунте да типа что-то там брызнула но я бы не сказал что прям какой-то вау или просто обалдеть танк во-первых не интересный да он нормальный да сбалансированный но нужно учесть то что это заслуженная награда для игроков которые долго много играли у них много чего на аккаунте есть поскольку ты даже если не сильно старался что-то иногда да получал даже те же самые прошлогодние награды заслуженные в них иногда давали очень жесткие имбовые танки а вот в этом году дали ну такой посредственный нормальный сбалансированный но нафиг не нужный танк и проигрывающий всем имбовым очень сильно леста конечно прикольный видос сняла про заслуженную награду но когда ты сначала заходишь в игру получаешь эту заслуженную награду за 10 лет а потом смотришь этот видосик от лесты где у людей там просто вау эффект аж лицо замирает и они смотрят там светится эта награда для меня этот видосик максимально кринжовый это просто смешно даже поскольку я на эту награду смотрю как на посредственную да типа спасибо и за такую награду да это прикольно что она есть каждый год примерно в одно и то же время традиционная награда круто классно но я уже завтра про нее забуду и нету такого что типа вау я реально 10 лет в игре вау вот это что-то памятное прикольное получил да какие-то старые 3d стиле которые можно было миллион раз получить да там есть что-то новенькое там один или сколько там стилей ну получил ресурсе когда на аккаунте циферок ресурсиков стало чуть больше но в целом ничего интересного ну и одно из самых главных это не сделайте ошибку если вам нужно оборудование за боны она стоит 6 жетонов то сначала берите его поскольку если просто выбирать за жетоны боны то вы можете максимум там тысячу кажется получить за 5 жетонов а если вы будете боновое оборудование брать то за 6 жетонов вы получите оборудование которое стоит 5000 бон в итоге это в разы выгоднее но с другой стороны боновое оборудование не переведешь назад в боны если вам оборудование не нужно то можно в принципе взять просто боны но оборудование намного выгоднее тут думайте сами самое популярное оборудование за боны это конечно же досылатель стабилизатор вентиляция и турбина но здесь нету не закалки не турбины и на самом деле на выбор здесь в основном досылатель стабилизатор вентиляция и все про светлёнку редко куда можно применить редко где она надо если вы лт вот конечно вам понадобится на сведение фиолетовый почти никогда не нужно там единицы танков где можно с умом поставить это сведение оно будет полезно усовершенствованная компоновка она чуть ли не на один танк или на два из всей игры где можно ее применить и это будет нормально поэтому типа тут особо то и выбрать нечего если кто-то закалка или турбина была бы фиолетово то да а так у меня допустим этих досылателей стабилизаторов и вентиляции очень много а вот закалок и турбин допустим намного меньше их тут нет вообще конечно неплохой выбор 3d стилей и прикольный новый какой-то стиль на 277 который очень похож и сделан в стилистике и со 7 положено и 7 там 3d стиль есть но вот некоторые 3d стиль у меня уже давным-давно много лет есть в игре также еще члены экипажа возможно если у вас заслуженная награда за один год в игре или два вам еще члены экипажа может быть пригодятся но на аккаунте где заслужена награда за 10 лет у меня этих нераспределенных членов экипажа в казарме еще целые десятки там валяются я их уже просто иногда от балды по приколу тыкаю лишь бы куда-нибудь потому что они там просто их только больше становится они там уже размножаются скоро некуда будет садить их у меня такое ощущение что заслуженная награда просто не продумано и несправедливо для людей которые реально вот лет 10 а то и 13 находится в игре это как-то несправедливо я считаю что это заслуженная награда проработана примерно вот от 1 до 4 лет все что выше пяти это надо уже наверное смотрится как какая-то невзрачная обычная посредственная очередная не интересная особо может быть я преувеличиваю но за 10 лет в игре я эту заслуженную награду видел много раз и она просто вот такая еще и не особо отличается от заслуженной награды за четыре года это как-то ну странно что ли такое ощущение что если ты играешь в игру больше пяти лет то ты уже как-то и не особо-то и нужен поскольку я здесь не увидел на рады которая может прям реально заинтересовать если ты 10 лет в игре находишься что-то памятное значимое интересное ничего да немножко так взбодрили мой аккаунт ресурсиками но в целом так напишите в комментариях свое мнение согласны вы со мной или нет или может быть по-другому как-то думаете на мой взгляд награду можно было бы проработать как-то лучше может быть не хватило времени на это или желание и оставили как было но вроде как тут на рады немного отличаются с прошлогодними но чисто косметически так чуть-чуть циферки посовали все в общем ничего особо интересного но я не то что недоволен мне больше не интересно типа скучно это же все таки игра и это памятная награда за 10 лет она мне не интересно я считаю что это неправильно вот в принципе все санды варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока